Да, ну вот мы можем назвать это совместный поиск истины, потому что как раз таки здесь получается междисциплинарность. А вот друг мой Евгений Каплун, он как раз таки система техник, математик, инженер, одновременно диетолог и как называется вот это сложное слово? Нутрициолог. Нутрициолог, да. И Наташа подпереди. Вот Наташа у нас она диетолог, психолог, кандидат педагогических наук. Ну вот такая вот у нас получается междисциплинарность. Я врач, психолог. Почему я могу сказать, что я психолог? Потому что я был еще ведущим научным сотрудником в психологическом институте РАУ. Не просто так психолог. То есть мы все с компетенциями. И что вот у меня такая идея как раз говорить от школы «Человек будущего» «Homo futurus» о необходимости вот такого неконкурентного, творческого, человеческого. Это уже не диалог, а уже нас много. Какого-то совместного поиска истины. Потому что, например, я лично занимаюсь со стороны психики, со стороны психофизиологии, как снимать стресс. Вот вы занимаетесь со своей стороны. Но мне очень не хватало как раз-таки то, чем вы занимаетесь. И я поэтому обратился к Евгению Каплуну, к своему другу, чтобы он мне дал советы по диетологии. Например, потому что от головы у меня есть чем я занимаюсь всю жизнь. А от живота, как говорится, нет. И поэтому надо было бы как бы совместить вот это, потому что, чтобы комплексный был подход, системный, как в инженерии у Евгения. Система, ну как сказать, системная. Ну как это назвать? Вот такое вот, когда все с разных точек зрения. Системный подход, правильно, абсолютно. Комплексный системный подход. Вообще это называется, у нас это называется интегративный подход. Вот, вот, вот. Интегративный и еще как-то говорить синергетический. Сейчас, знаете, очень принято такой термин, врач интегративной медицины. Ну как раньше, как раньше, зимской врач был, который и климат прописывал, и диету прописывал, а потом встала узкая специализация, и человек целостный распался на части. А теперь опять вот эти вот узкие специализации послужили тому, что пробелы между частями стали заполнять всевозможные колдунные экстрасенсы и так далее, и так далее, вот, эзотерики. А мы с научным подходом. И вот поэтому у меня такое предложение. Дело в том, что сколько точек зрения в каждой дисциплине. Вот, например, Евгений мне очень хорошую вещь сказал. Он говорит, сколько диетологов, столько и точек зрения. Это я так понимаю, потому что сколько юристов, столько и точек зрения. Сколько художников, столько и точек зрения. Вот, например, я хочу, чтобы мы все вместе пришли к одному. Ну, у меня есть интуитивный проблеск, к чему мы придем. К самонаблюдению, к выслушиванию всех советов и к системному анализу. Потому что анализ, сопоставление – это и есть по существу мышление. Потому что вот мне тогда вот Евгений посоветовал, чтобы я не ел хлеба, потому как я пожаловался, что у меня бывают на коже всякие дела неприятные, а мне надо выступать. И он сказал мне, ешьте хлеба вот с этим, как я это забываю, вот это слово такое вот. С глютеном. С глютеном, да. И дал мне совет есть хлеб кукурузный. А потом мне совет пришел, с другой стороны, о том, что кукурузный не надо много кушать, потому что я стал его наяривать, стал наяривать безмерно. Оказывается, безмерно его есть нельзя, потому что он возбуждает сахара и он вызывает провокацию к диабету. Я перепугался и перестал его есть вообще. Ну, поэтому потом я обратился к Наташе Пашкевич. Я говорю, а ты как считаешь? Она сказала свое мнение. И вот это вот желание сопоставлять, не относиться, то есть не создавай себе кумира, как сказано давно, не создавай себе авторитетов, как сказал, например, Альдшуллер, создатель теории изобретательских задач, как-то там у него Альдшуллер, чтобы мы умели отвязываться от психологической инерции, не создавали себе авторитеты, чтобы могли мыслить свободно. И это же есть вопрос работы с неопределенностью. Сегодня неопределенность, люди все в интернете, все читают советы идиотологов, и врачей, и юристов, чтобы все научились мыслить с головой, а не шаблонами и кумирами. Да, потому что в условиях неопределенности, кто увереннее говорит, у нас инстинктивно-рефлекторно, в момент подражательного рефлекса, кажется, он говорит правильно, раз говорит уверенно, значит, знает, о чем говорит, а может, он и не знает. Может, он у кого-то списал, не проанализировал, потому что раньше, я помню, в школе учился, ДУС там, ДДТ, обмазывали все туалеты. А потом, когда люди себе повредили этим через десятки лет, оказалось, что мы сами себе вредили. Обмазывали, и никто не замечал, что это вредно. То же самое сейчас. Создаются изобретения, графены и прочие десятые, их везде, как антибиотики, начинают применять. А потом оказалось, что курицу кушать нельзя, потому что она антибиотиками напичкана. Ну, я о чем? Я сейчас замолкаю. Я предлагаю нам всем сосредоточиться на том, что все советы хорошие. Все советы хорошие, но, как сказал Евгений Каплун, очень замечательную вещь. Подход должен быть индивидуальным. Надо с человеком разбираться, а его надо научить, в первую очередь, взвешивать советы и заниматься самонаблюдением. Потому что, если он не взвешивает, не сравнивает, не мыслит и не занимается самонаблюдением, а вот этим мы должны все втроем и учить всех. А тему выбирайте любую, потому что, да, я с бетафора такая. Нормальные люди соберутся, независимо от любой темы, и все равно придумают что-то интересное. Но стоит затесаться среди них хоть одному примитиву, все усилия уйдут как в песок. Дай хлопот, потом не оберешься. Любое дело, пожалуйста. Я хочу, знаете, что вас спросить? Вот сейчас очень много говорят, надо витамин В, ну, там, где рыбий жир, В или Д. С одной стороны, надо есть вот эти вот, вот эти вот, печень трески. А с другой стороны, пишут там в интернете, что не ешьте печень трески, потому что она идет из радиационной зоны, где вылавливают ее. Или, например, говорят, не ешьте рис, потому что в трюмах кораблей много мышей, и там появляется, ну, короче, много чего говорят. Вот скажите, пожалуйста, витамин В, печень трески. Я понял, что надо одну баночку один раз в неделю. Ну, ваше мнение какое? Радиационная она или нерадиационная? Какую вообще надо? Наташа, условно Наташа дать ответить. Да, мое мнение я расскажу только про себя, поскольку, ну, у каждого же своя жизнь. Я так давно поглядываю, например, на карту радиационных загрязнений там России, да, где у нас арбузы растут, предположим, где там еще даже в этом районе не все атомные бомбы взорвались, которые закладывали. Так что, ну, с военным производством было связано много лет, и немножечко про это знаю. Если мне хочется печень трески, а мы временами ее покупаем, я покупаю норвежскую. В маленьких квадратных баночках. И я точно там знаю, что не добавлены масла, не добавлено ничего там такого, а в принципе норвежцы очень сильно мониторят северные моря и всю свою рыбную продукцию, чего, конечно, нет в наших странах постсоветского пространства. По поводу риса, я тоже люблю рис, как и все люди, там много чего можно из него делать. Еще в 90-х годах я прочитала это, что нужно минимум 11 раз сливать рис, чтобы хотя бы пестициды вымыть из него, поскольку производство риса связано с очень большим количеством гердицидов, пестицидов, и то же самое кукуруза у нас сильно обрабатывается, очень сильно. Мы когда видим кукурузные поля, между кукурузой нет ни одного сорняка, можно посмотреть. То есть кукурузу домашнюю там, да, ну когда мне вот приспичит, я хочу рис, я иду в хороший магазин и покупаю итальянский рис. Он дороже, но я его покупаю, потому что я понимаю, что... И я, конечно, его все... И вот когда его варишь, там нет этой нюти, нет вот этого запаха чуть-чуть вонючего, вот, какого-то непонятного. В детстве я помню, как пах рис, а сейчас можно купить и не знаешь, что это такое. Вот. Ну и в любом случае любая крупа. Обязательно замачивать. Там есть определенные нужды для того, чтобы замочить, чтобы крупа не содержала вещество, которое для нас, в общем-то, гетовидое. Обязательно слить первую воду, ну, когда мы ее варим. А если это крахмалистое что-то, так я несколько раз сливаю то же самое. Мне не хочется сильно поднимать сахар в крови, вот. Мне сильно рисковать не хочется, так же я люблю своих близких. Поэтому я на это заморачиваюсь. Кто-то на это не заморачивает. Вот такой рис, который называется писмати, что ли, или басмати, в такой упаковке. А мне наша Наташа здесь сказала, что басмати – это хороший рис, потому что он такой фирменный. Он хороший, но где он? Я, знаете, я когда прихожу в минские магазины и смотрю упаковки, откуда привезена продукция, я просто беру и кладу обратно. Потому что это очень радиоактивные районы Российской Федерации. И у нас вот они на прилавках. Ты имеешь в виду после Чернобыля, да? Да, после Чернобыля. Та же Белгородская область, та же. Извини, а когда в Японии был взрыв, там, в Хиросиме, Нагасаки, там же тоже рыбная продукция, там же тоже, наверное. На самом деле японцы очень много посвятили изучению и профилактике именно всех заболеваний. И у них хорошие результаты. Да? Я думаю, с каким интересом будут подключаться к нам разные люди, потому что если мы сделаем вот такие встречи, и не одну, а несколько, как марафон такой, то все больше и больше людей будет подключаться, слышать разные мнения, и вырабатывать все-таки способности, навыки взвешивать, сравнивать и заниматься самонаблюдением. Потому что я занялся самонаблюдением, и я заметил, что у меня на самом деле хлеб вообще лучше не есть. Но я не знаю, это правильно или нет. Я пеку, когда хлеб свой, только домашний, на закваске, на своей домашней. А так, в принципе, это действительно хорошая привычка хлеб не кушать. Особенно технически из магазина. Это действительно хорошая привычка. У нас же люди исторически так много хлеба не ели, пока не придумали дрожжи. Ну, ведь эту печку не натопишься, особенно, например, в той полосе России, где не было дроб. Возьмите вот Украину, или где очень мало дроб. Какие там, ну, на праздники, ну, раз в неделю. Слушайте, извини, я тебя перебью, Наташенька. Я считаю, что люди понимают все, что перебивать тоже можно, потому что мы же не доклады делаем. И у нас общечеловеческая, мы ищем истину. Я хочу понять, вот ты сказала про Украину. Я был в Киеве в гостях, и я много помогал в Киеве. У меня друзья в Киеве, которые мне помогали много. И мой друг, Ярослав Ищук, повел меня на рынок, и я смотрю, сколько там продают сала. А с другой стороны, самое разное, и Ярослав сказал, дайте мне шматочек сала. Она таким большим ножом врезала и говорит Ярику, Ярославу, он не любит Ярику, он говорит, Ярослав. И говорит Ярославу, я вас случайно ножичком не уколола? Ну, с юморов такая, тетенька. Так вот вопрос. На самом деле, когда говорят, барашка чистая, говядина чистая, а свинина, она, типа, свинья все время ест, что попало, на самом деле вредно сало или не вредно сало? Вот вопрос. Смотря кто как выращивает его, на чем выращено. Смотря на чем выращено. Смотря на чем оно выращено. Ну, вот. Я не знаю, я в этом не разбираюсь. Я по своей мусульманской, как сказать, воспитательной принадлежности сало-то не ем. Но мне нравится сало. Я не знаю, я не пробовал. Я просто хочу понять. Я просто задаю вопрос, потому что не я один же. На Кавказе много людей, которые не едят сало. А в Грузии едят сало. Там христиане, да? Да. Но мне хочется понять вообще. Есть какая-то разница? Это если бы сало было вредным, его бы не ели же в таком количестве. Столько много людей, столько веков. Нет? Или я неправильно понимаю? Можно мне теперь? Можно поехать? Значит, мы столько вопросов подняли. А я записываю. Я сейчас... Тут каждый вопрос можно сделать отдельный стрим. Значит, ну, первая там группа вопросов экология питания, она называется. Вот. Ну, еще и экология быта, экология жизни. Вот. Значит, в этом вопросе можно дойти до такого, значит, уровня, ну, до такой, в общем, дотошности, что, ну, жизнь, жить просто станет невозможным. Вот. Поэтому здесь нужно где-то искать какой-то разумный баланс. Ну, например, мы разговариваем, я всегда во время разговора попиваю водичку и своим подопечным всем советую. Вот. Ну, я пью ее из стаканчика, но, из стеклянного, но наливаю, каюсь, да, вот, из пластиковой бутылки. Вот. Сейчас Наташа, значит, я потеряю уважение, значит, в ее глазах. Вот. Она перестанет меня уважать. Ну, потому что здесь может быть бисфенол, значит, когда мы его пьем, попадают микродозы, они, это токсин. И если у нас ненормально работает система детоксикации, которая должна обеспечивать печень, то это может стать проблемой. Теперь переходим по этому печени трески. Значит, я тоже предпочитал и все годы, пока это было возможно. Мы покупали исключительно, значит, исландскую печень трески. Норвежская у нас в продаже никогда не видел. Ну, вот вообще, хотя я тут по магазинам хожу с женой честно вместе. Вот. Я бы обязательно взял попробовать. У нас была исландская. Вот. Значит, ну, когда ее не стало, я попробовал разные сорта российские. Значит, как или с любым продуктом и с любой продукцией, значит, на фальсификаты я не попадал, но на такого плохонького или плохого качества, попадал. Вот. Обычно это, значит, ценой во многом определяется на самом деле. Хорошая продукция, никогда на нее не бывает очень большой скидок, скидки, значительные, она всегда, в общем, дорога. Вот. Но бывает и с дорогой продукцией разочарование. Значит, сейчас печень трески часто хорошая, дорогая, я вижу, у нас продается в стеклянных барышках, когда там видно, вот оно темное содержимое внутри или не теплое. Конечно, значит, у меня нету дома лаборатории, чтобы определить содержание тяжелых металлов в печени трески, которую я купил. Значит, и тут я, мне спокойнее, если я полагаюсь на те органы, в России называются Роспотребнадзор, раньше это была санэпидстанция, там, или еще как-то они там назывались, которые за этим должны контролировать и, значит, проверять. Значит, не так давно я в прошлом году решил сдать анализ такой есть на микроэлементы, значит, по-моему, мы с вами, Асамин Комедович, про это говорили. Вы меня познакомили с профессором, которым... Да, с профессором Скальной, который родоначальник всего этого, значит, в России, и я в его лаборатории сдал этот анализ на 40 микроэлементов. Значит, там есть эссенциальные микроэлементы, значит, условно-токсичные и токсичные. Вот. И этот анализ сдаются или волосы, или ногти. То есть, это смотрится по содержанию этих микроэлементов в клетке, внутри клетки. Вот. У меня и по токсичным, и по условно-токсичным где-то все в норме. То есть, нет превышения. Он, когда вы с ним побеседуете, Хасамин Комедович, он расскажет, он знает, вот, может сказать, по составу волос из какого региона человек. А что, если мы пригласим его тоже к нам на... Вы когда с ним вдвоем будете беседы? А мы отдельно будем тоже. Я даже не рискнул просто там слово вставлять. Это гуру, это человек другого немножко уровня. Вот. Мы тут любители, а он профессионал, который этим всем занимается до сих пор и фанат этого дела. И он про это может много рассказать. Естественно, в неблагополучных регионах, городах, значит, те или иные патологии встречаются по голову. Вот. Но вот при всем при том эти радиоактивные всякие следы, зоны и прочее, вот, тем не менее, сдали этот анализ волос и посмотрели. Есть там значит, свинец, мышья, еще какие-то разные другие тяжелые металлы или нет. Это можно посмотреть. Вот. Мы также говорили про рис, кукурузу. Значит, действительно, многие зерновые являются генномодифицированными и генномодифицируют их не для того, чтобы там вот что-то такое вот получить значит, один полос с двумя там, не знаю, что-то там было зерен больше. Вот. А для того, чтобы сделать эти растения устойчивыми пестицидам, гербицидам и так далее, которыми обрабатывают эти плантации, посевы, для того, чтобы все вокруг сорняки погибли, а само это растение осталось, устояло, выжило. Но неминуемо это растение корнями впитывает эту химию в себя. вот. Но есть... Благими поступками вырастила этого. Да, и таким образом вот то, о чем говорит справедливо Наташа, и что если это генномодифицированное зерно, значит, то там действительно в нем могут содержаться следы химических элементов. У них у всех есть предельно допустимая концентрация. Содержание этих гербицидов, пестицидов в зерне должно проверяться теми контрольными органами. Но есть еще по Савису Николаевич один небольшой нюанс. В России генномодифицированное зерно запрещено. Поэтому когда всякие гуру американские рассказывают про вот эти страшилки, про то, как у них там глифосадом и так далее это все там обрабатывается, там это все разрешено. А вот у меня вопрос. запрещено. Ну коммерсанты ради наживы, они разве не пробивают всякие законы, которые лоббируют, которые разрешают. Вот например сейчас сигареты выпускаются такие, что даже уже не пишут сколько там этих миллиграмм этого. Когда пробьют такие законы по ГМО, мы наверное об этом узнаем. вот и тогда и будем как бы говорить. Если это российского производства, значит вот в России по крайней мере значит ГМО запрещено официально. Вот. Гарантирует ли это от того, что какой-нибудь фермер чем-нибудь там не побрызгает, но если он побрызгает тем, что от саранитата у него погибнет ипосек. Он может значит брызгать там от саранчи, еще от каких-то насекомых там чем-то. Вот. Но в принципе значит это все так или иначе в общем-то контролируется. Значит если не дай бог там что-то произойдет, какие-то там отравления или еще что-то. Говорят, сейчас нам завозят пальмовое масло вместо обычного масла кладут. Ну сейчас еще положите, мы до пальмового масла дойдем. Вот. По поводу значит вы сказали я вам сказал что вам нельзя хлеб с глютеном то есть пшеничный, ржаной и ячмень. Значит это содержащие глютен продукты. Значит вы меня спросили какие значит крупы не содержат глютен. Я вам сказал например кукуруза, рис, гречка, киноа значит не содержат. Овес не должен содержать теоретически и то там еще споры идут. есть овес без глютена. это точно и в нем согласно теории он и не должен глютен содержать. Значит и поэтому если вы хотите хлеб то вот безглютеновая альтернатива в принципе есть. Тот хлеб безглютеновый который продается в магазинах значит у нас и доступен. В частности тех лекций которые вы мне показывали в нашем прошлом видео с вами значит они кукурузные я сказал вам тогда что я такие хлебцы кукурузные не рекомендую а вообще честно говоря запрещают есть моим подопечным которые хотят снизить вес почему именно потому что у них высокий гликемический индекс и у кукурузных и у рисовых значит и они приводят набор веса но ведь не его снижение это именно вот про то про что вы говорите что значит повышается уровень сахара в крови то есть глюкоза в крови да действительно вот поэтому отказываться от хлеба или не отказываться тоже у нас вопросов прозвучало много которые они бросались хорошо и записал иначе бы все забыли значит смотрите я хлеба отбыт себя отбыт вот и когда я отбыл сначала я ел тот хлеб который имеет низкий гликемический индекс какой хлеб существует значит я его там и пек сам и в микроволновке и в духовке и покупал в Москве его можно было купить и наверное и сейчас можно просто он мне не может значит но в принципе если раньше я ел значит борщ например ну как мы ели с куском черного хлеба с чесноком там а как значит кто-то еще и с салом соответственно значит тоже то сейчас например ну я люблю там борщ привык в прикус я могу взять и есть борщ с котлетой я так и рассказываю своим подопечным когда они меня спрашивают а с чем же я буду есть борщ я говорю так вот котлеты делайте жарите жарю вот возьмите прям с котлеты и ешьте в прикуск если надо вот я так люблю мне тогда второе не надо что такое борщ сваренные овощи в принципе это гарнир еще вода добавлю вот ну и что сейчас на гарнир тоже какие-нибудь овощи а еще с котлетой ну долейте туда воды будет трудно говоря из гарнира будет борщ номер два ваше второе вот поэтому от хлеба отлыкнуть абсолютно реально можно нужно ли значит вот тут я вот не совсем согласен что прям совсем надо отказаться от зерен от зерновых потому что витамины группы В значит что с ними делать откуда их получать значит начинается а вы тогда принимайте сейчас мы в глубины полезем Наташа меня поймет значит что рекомендуют апологеты нескольких водного питания когда вы кушаете неактивированные дрожжи я даже не буду углубляться что это но есть такой продукт его просто активно рекламируют потому что он как бы превитамин то есть предшественник с его помощью можно получать витамины группы В в нашем кишечнике если это хорошие качественные действительно инактивированные дрожжи неактивные значит наш кишечник наделает наши микробиоты с помощью какого продукта получив его себе в питание все витамины группы В а так в принципе хлеб-то я не ем но отруби у меня значит это обязательная составная часть моего ежедневного рациона вот поэтому а все полезные в основном вещества все витамины все микроэлементы они все содержатся в основном в отрубях то есть в полочке зерна а в эндосперме в основном крахмал ну не только там тоже немножко еще есть уичевол значит но весь белок всяк в основном клетчатка вся значит все микроэлементы и витамины они содержатся в руболочке зерна вот и благодаря тому что я ем отруби я получаю эту часть витамина Наташа сказала что она пруку замачивает тоже есть такая теория значит еще и орехи замачивают значит а потом высушивают и едят значит это из-за того что и в орехах и в крупах содержится так называемая фитиновая кислота фитиновая кислота значит мешает считается что она мешает усвоению тех полезных микроэлементов которые содержатся в орехах или в крупах вот ну вот выясняется что она вроде бы значит разрушается при термообработке то есть это как бы природа таким образом защитила вот это зерно и орех чтобы его не съедали животные не ели чтобы это зерно смогло выполнить свою функцию попасть в землю попасти и снова дать жизнь чтобы животное отравилось которое это ест за миллионы лет эволюции видимо и в животных выработались какие-то ферменты которые позволяют нейтрализовать эту фитиновую кислоту значит и при термообработке что получается ведь зерно когда прорастает когда получает влагу и когда тепло весной когда начинается тепло вот если мы это зерно замачиваем как говорит Наташа есть такие рекомендации и орехи то возникает вот этот процесс как бы прорастания в зерне значит фитиновая кислота нейтрализуется фитатами значит внутри зерна и зерно как бы собирается готовиться к прорастанию и если его есть после вот проросшего зерна там этой фитиновой кислоты не должно быть значит вроде бы но мы не едим трубу сырой никогда значит в процессе нагревания да быстро в процессе варки там любого зерна происходит вот это нагревание и фитиновая кислота я нигде не читал про измерение содержания фитиновой кислоты в термообработанных уже трубах или орехах вот поэтому есть более того есть другие исследования которые показывают что немножко нам этой фитиновой кислоты все-таки надо что наш организм еще до конца непонятно как он умеет обращать ее в облаго то есть там не все так вот чем больше узнаешь тем больше понимаешь как много ты не знаешь что касается мяса значит барашка говядина сало в них во всех есть очень много полезных значит например в мясе содержится и вообще во всех животных продуктах все незаменимые армины кислоты так получается что не существует растений которые содержат необходимый нам набор незаменимых аминокислот в оптимальном для человека сочетании самое одно такое из растений богатое по аминокислотному составу это соя которое мы здесь редко едим и продукты из сои редко едим и то значит там оно содержит все незаменимые аминокислоты но их сочетание композиция не является оптимальной для человека оптимальное сочетание незаменимых аминокислот их раньше считалось что 8 сейчас говорят что 9 значит только в продуктах животного происхождения и больше всего белка содержащего эти аминокислоты именно в мясе это вот первая рыба примерно одинаковая в мясе рыба процент около 20 плюс-минус процентов белок содержащих незаменимые аминокислоты и морепродукты естественно яйца вот также богатый белком продукт это сыр но сыр это его делают из молока в молоке в самом сыром обычном молоке всего 3% потому что там очень много воды из 10 и 11 литров молока делается 1 кг сыра поэтому в результате в сыре 25-30% делок вот что касается сала сало тоже значит полностью реабилитировано с точки зрения своей мутрицептической ценности и плотности это так значит называется такая терминология там есть арахидоновая кислота очень ценная не буду объяснять как она метаболизирует это уже глубина но это продукт богатый полезный в принципе то есть содержащий полезные значит различные необходимые для человека макро и микронутриенты другое дело значит многие религии некоторые религии не едят свинину это уже другие вопросы кто-то вообще не ест мясо по этическим мотивам есть вегетарианцы которые не едят мясо по поводу вегетарианцев поскольку нас будет много людей смотреть не все это знают перед переходом на вегетарианство необходимо сдать генетический тест на вегетарианство я очень рекомендую людям не пренебрегать этой в общем несложной процедурой да она затратная потому что некоторых вегетарианство их не так мало у людей у 30% людей они не могут быть вегетарианцами они начнут рассыпаться там буквально через несколько недель месяцев значит и происходит это все из-за того что они не могут решить проблему с получением амин-3 жирных кислот которые мы получаем из морской рыбы в основном с типой морской рыбы вот связано это с тем что есть растительные источники значит омега-3 жирных кислот это ну самый понятно известный нам близко это семена льна значит а менее известная и более экзотичная это семена чья ну а также многие другие семена орехи и даже грецкий орех немножко содержит тоже в меньшем гораздо количестве чем лен и чья это самые богатые растительные источники они содержат так называемую альфа-линоленовую омега-3 жирную кислоту которая в нашем организме должна преобразоваться в эйкоза пентоеновую до коза гексаеновую омега-3 жирная кислота так вот у тех людей которые генетически не могут быть вегетарианцами это преобразование не происходит поэтому этих людей могут через год вегетарианства начать выпадать волосы зубы ну или даже раньше и это может довольно быстро закончиться фатазм поэтому если при переходе на вегетарианство вдруг начинают со здоровьем происходить какие-то очень плохие вещи надо пойти сдать этот тест на вегетарианство и наоборот я у меня товарищ был который с детства не ел мясо и не мог есть мясо и потом он стал очень таким популярным и много писал в статей о вегетарианстве был он сыном министра образования в свое время в нашей республике славик очень интересный такой высокий и он рассказывал как он в Казани когда учился в аспиранторе сидел в кафешке стеклянной и ел там какой-то салатик а напротив села тетенька и стала есть котлетки и он стал ей читать лекцию что ради этих двух котлеточек убили двух барашек и так далее и он говорит я смотрю и стал такой довольный потому что она стала потихоньку вилочка отодвигать эти котлетки а потом какая-то машина проезжала говорит большая шумная говорит стекла задрожали все туда посмотрели она в это время раз и съела эти котлетки так вот он с детства не мог есть мясо вот смотрите поэтому очень это наука питания она очень персонализирована то есть мы там специалисты можем рассказать о полезных свойствах и вредных тех или иных продуктов и риска которые связаны с их употреблением значит или неупотреблением избеганием тех или иных продуктов значит ну например опять же тем же вегетарианцам надо обязательно постоянно принимать витамин В12 важнейший для в основном всех процессов для усвоения железа в нашем организме В12 только в продуктах животного происхождения и в рыбе значит соответственно вегетарианцы должны это где-то как-то пить дополнительно витамины те кто всеядные то есть люди которые не вегетарианцы да и в принципе должны обходиться без витаминов и без элементов дополнительно в идеале если они правильно и разнообразно полноценно питаются Наташа согласна с вами? смотря с чем если питаются правильно тогда витамины и БАДы не нужны правильно же? по идее правильно если воздух свежий если солнце нормальное если пища нормальная если бы было так если бы было так у кого? у итальянцев то есть вроде солны много а дефицит витамина Д3 ко мне послезавтра придет итальянец который создал в Москве много ресторанов итальянской кухни как интересно я познакомилась он придет ко мне я его задавлюсь скажи пожалуйста Наташа какой вопрос мне задать моему другу Ульяму? какой вопрос я даже не знаю Сея Ваганин Ну я знаю что они любят вот эту вот пасту есть а это же вообще это вот длинные такие макароны такие вот у них есть еще Знаете что я про мясо скажу я знаю что онкологи Канады США и Европы просят после того когда человека вылечили после онкологии безмясная диета дикая рыба красного цвета один раз в месяц не чаще но они разумеется кушают всевозможные биологически активные добавки которые очень хорошо действуют но мясо исключено также вот например Аганян Марва Аганян да вот вся ее школа они тоже вылечивают людей именно на безмясной диете но надо обязательно понимать что вот за три безмясной диеты это идет выздоровление а потом нужно все равно и даже параллельно всегда аминокислоты чтобы были но предположим та же самая теплая сыворотка от домашнего творога из домашнего молока все виды аминокислоты желток сырой то есть нормальное питание должно быть более того для меня нормальное питание это мой первый завтрак это ну первый завтрак как в Англии это в 7.30 да в 6 там сколько я встала это только чай может быть я закидываю омега-3 и лецитин если у меня он сегодня дома есть я его купила да а если его не купила ну жду когда куплю тогда я закидываю масло оливковое натуральное такое натуральное либо масло черного днина это делается исключительно для печени разумеется а второй завтрак у меня ну извините часов в 11 не раньше и я второй и третий раз я кушаю ну чай если мы считаем покушать да вот это где-то вечерком в 6 в 5 в 7 я не могу это Берга смотришь Наташа Берга смотришь там как он рассказывает где больше всего вот этих витаминов я прислал сын месяц назад я его никогда не видела кто такой Берга ну такой хороший доктор мне понравился мне тоже понравился вообще очень много хороших специалистов да самая главная наша задача чтобы мы показали всем что можно как раз таки вот этот вот неконкурентный безальтернативный разговор что мы все вместе ищем истину я бы хотел вас попросить как специалистов в своей области чтобы вы нашли пожалуйста кто дольше всех живет как они питаются вы можете посмотреть вот в своей области это известно это конечно это мы нас этому учат про это рассказывают и очень много вот и одна из таких считается диет способствующих долгожительству так называемая средиземноморская диета а я бы поспорил я бы может тоже поспорил но тут вообще интересно эта диета знаете все эти диеты я их так называю слова и музыка народные что такое средиземноморская диета кто ее автор можно его спросить а вот это вот как а вот а вот вот здесь один говорит что надо съедать значит там ну понятно что они едят да вот то что регион средиземноморья ест растительные масла цельнозерновые всякие вот истории значит если паста все это едят умеренно там и морепродукты присутствуют и там бокал вина красного присутствует там в этой вот диете вроде как а кто-то рассказывает что это еще надо и 7 чашек там чашками все меряют 7 чашек зелени съесть в день это вообще какой-то я не знаю нужней лошади чтобы травой питаться в таких количествах я вам скажу знаете что я вам скажу я с Волковым общался я там обучал его врачей чтобы они женщин которые хотели сбросить лишний вес они делали анализ специальный о совместимости пищевой и потом бывало что женщина она по этой зеленой зоне как говорится двигается по рекомендациям врача но когда у нее стресс возникает она все забывает опять булку маслом намазывает я их там готовил тому чтобы как объяснить этим женщинам во время стресса чтобы они булку маслом не намазывали а помнили предписание врача так вот я хочу сказать мне кажется что вот очень важно что мы соединяемся потому что я точно который занимаюсь проблемами стресса и обучаю и людей снимать стресс с помощью подбора действий синхронных текущему состоянию и этот принцип ключа подходит и к подбору диеты именно за счет подбора именно индивидуальных действий синхронных текущему состоянию в чем вы и помогаете в развитии этого мышления я вас прошу давайте мы в следующий раз почитаем вот эти комменты которые нам пришлют сейчас вот под нашим роликом я попрошу всех чтобы прислали вопросы я прошу вас чтобы в следующий раз эти вопросы тоже почитали почитали да и мы сделаем опять встречу я уверен я уверен что попадется такой вопрос который всех нас вместе сподвигнет к новому какому-то уровню мышления потому что чем труднее вопросы задают тем быстрее и лучше мы развиваемся согласны со мной полностью да но я именно пример клиентами я им не говорю как правильно что наука что и как мы просто смотрим если человек в стрессе высокий уровень картизм конечно я просто знаю что когда у меня были на 20 дневной подготовке по методу круч много лет назад врачей из 70 городов несколько из них женщин оказывается были на голодовке и они когда делали вот эти левитационные движения выходили на состояние саморегуляции потом говорили при всех слушайте а мы как вроде голодаем и вроде вроде бы как и не голодаем то есть так легко проходит голодание это первый факт второй факт один мудрый человек мне подарил книжку по здоровью я говорю а что вы мне даете это всегда говорит подаришь кому-то приятно потому что о здоровье там было написано как полезно есть огурцы вместо мяса оказывается была целая эпоха когда людей как бы переходили на моду огурцы и помидоры есть вместо мясной пищи потом переходили на большое количество воды и там целые периоды были потом были периоды голодания так вот оказывается это так сложно понять что полезно человеку кушать что нет потому что это такой большой механизм внутри нас работает защищенный миллионами лет эволюции такой продуманный механизм в организме который может защитить тебе даже от некоторых ядов некоторое время некоторое время а потом рассыпается Василий Магомедович у нас же люди практически находятся в галлюцинациях собственно реклама работает диким образом если едешь в автобусе то видишь постоянно подростков которые жуют чипсы которые они невкусные они вонючие но ребенок их просто закидывает вы понимаете вот это я хочу чтобы серия наших встреч послужила послужила и молодым и всем тому чтобы они все-таки анализировали сравнивали сопоставляли и самонаблюдали и мы всем поможем юмор это очень важно пересматривать смотреть сильно себе не доверять что-то у вас времени еще осталось практически у нас со временем уже все вышло к сожалению поговорите а я уже буду удаляться отсюда как я вам сердечно признателен что вы отозвались именно на такую встречу я еще хочу сказать по радионужиру и по всему прочему я просто не думая я ленивый человек до невозможности ленивый я покупаю омега-3 из мяса рыб не из печени из мяса и я просто закидываю утром все что мне надо я вижу лецитин нужен омега-нужный закинул и я не хожу по магазинам я вообще их не люблю Наташка ты я закидываю омега-3 одно утром а одно вечером но это от дозы зависит от размера пилюля вот и возможно надо еще ем закинуть вот и если еще удалось поесть морской рыбы то ничего страшного значит это полезная вся история понятно что касается лецитина я его сам тоже там периодически попиваю пропиваю не такое однозначное значит это момент потому что он способствует выработке тмаву вы потом посмотрите на досуги что это вот поэтому там с ним перебарщивать тоже нельзя тоже надо в меру вот заканчивать спасибо спасибо вам большое спасибо вам большое вот кстати говоря Наташа ты была недавно в Польше а я тебе хочу сказать в Польше есть национальное блюдо в течение года кажется они закидывают все в одну кастрюлю большую ну все там чего-то не доели они закидывают в течение года собираются потом все это варится и такое получается прекрасное блюдо очень плотное ну да-да-да есть национальное блюдо будет в следующий раз больше больше и в Украине есть борщ в Украине так вот теперь вопрос продукт который советует специалист врач там или еще кто-то диетолог или народное отработанное веком целым естественным отбором блюда что правильнее ну это мы еще и потом я просто для размышления я просто для размышления спасибо вам друзья коллеги спасибо вам большое будем ждать сейчас вопросов да пожалуйста посмотрите эти вопросы найдите минутку посмотреть вопросы хорошо обязательно да я знаю очень занятый но все равно да хорошо спасибо до встречи спасибо всем спасибо спасибо